Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня необычное видео, многим оно будет интересно. Сегодня заруба. Вы знаете, я против всевозможных заруб, но сегодняшняя заруба будет шикарная, она будет интересная, состоять из полезных упражнений, которые вам помогут в тренировках. Не просто от балды там сжим 100 на 100 бесполезный и травмоопасный. Нет, друзья, сегодня качественная, полезная заруба, которую вы никогда не видели. И заруба не просто со спортсменом, заруба с Дэнни Монтана, который специально приехал из Майами, чтобы мы с ним провели эту зарубу. Физкульт привет, друзья! Сегодня мы находимся в Орландо. Я приехал к своему другу Егору Рубанову, владельцу зала Iron Religion Gym. Это самый лучший зал в Орландо, все профи-атлеты тренируются здесь. Его можно назвать мэккой бодибилдинга восточного побережья, потому что на западе все знают Ghost Gym, но на востоке это по праву можно считать Iron Religion Gym. Конечно же, мы проведем с ним, я бы не сказал, зарубу, как все привыкли называть, а такое спортивное состязание в очень интересных упражнениях. Ну что ж, пойдем с ним поздороваемся. Егор! Здорово, рад тебя видеть! Как жизнь? Нормалек, сонка. Ты поживаешь, растешь, рука все толще и толще. Солнце тоже ничего. Ну, стараемся тоже на массе. Ну что ж, ты готов? Сегодня мы проведем экскурсию по твоему залу, покажем зрителям вообще твою империю, с чего ты ее начинал, как ты развиваешь свой бизнес, какие тебя преодолевают трудности. Мы расскажем о турнире, который мы будем проводить. Да, давай, с удовольствием. Так что, ребята, пристегивайтесь поудобнее, мы сейчас делаем разминочку. И понеслась. Итак, Егор, покажи мне свой зал. Ну, точнее, я здесь был, я уже знаю. Покажи зрителям зал, что у тебя здесь есть, что ожидает спортсменов, когда они приходят тренироваться, какие удобства, какие условия ты создал для них. Показывай. Да, с тех пор многое изменилось, когда ты здесь установил свой очередной мировой рекорд. Мы открыли еще одну площадь, сейчас ты увидишь. Ну, начинается у нас все как бы с прихожей, можете посмотреть. Здесь люди отдыхают, питаются, могут подогреть себе еду. А дальше все стандартно. Вот это у нас зона кардио. Здесь у нас сразу же идет зона жимовых лавок. Все любят качать зиски, да, после бицепса. Вот зона, где у нас, как ты видишь, собраны все станки, которые по типу кроссовера, на которые не нужно вешать блины. Да. Уникальный тренажер для бицепса. Это вот чувствуешь все равно, что с гантелями делать. Ну да. Потому что ты можешь двигать не только в кистях, но и в локтях, и в плечевом суставе, как тебе удобно. Очень дорогой станок. В районе 5000 долларов стоит. Одна эта комната круче, чем многие залы в нашем даже Майами. Увидев все это, всю эту империю, я просто, я не понимаю, как человек, который приехал из России, который, ты даже, я знаю, плохо по-английски говоришь, правильно? Я вообще не говорю, можно сказать. Как ты открыл такой крутой зал? Кто тебе в этом помог? Ну, на самом деле все очень просто. Я поначалу работал охранником даже у черных на вечеринок. У меня жизненная ситуация и вообще принципы в жизни такие, что все, что с тобой случается, все идет тебе на пользу. Даже если кажется, что все, ты как бы умер, на самом деле жизнь только знает, что дальше. Возможно, твои мечты, то, о чем ты мечтаешь, стремишься, жизнь может тебя привести только через вот это. Ну, окей. Поэтому бойтесь своих мечтаний. Кто тебе помог? Кто мне помог? Жена. Но как это было? Мы думали, как дальше жить, чем заниматься. Я всю жизнь занимаюсь только этим бизнесом. Бизнесом в плане открытия конвежного зала. То есть ты не хотел заниматься ничем, кроме спорта? Только имел эту идею. Поэтому я начал думать, как можно без денег, без вообще, без ничего, вот в такой ситуации открыть зал. Хоть какой-то зал. Естественно, нужны были инвестиции. Где ты нашел денег? Я стал искать инвесторов. Никто не верил, что я найду инвесторов. Я думаю, даже жена сомневалась. Но где-то через год мы нашли первого инвестора, открыли первый зал. Довольно-таки тоже известный зал. И где-то уже через еще полтора года мы нашли вот второго инвестора. Второй инвестор оказался вообще просто. Мы с ним как партнеры. Он тоже, не только бизнесмен, он тоже заинтересован. Поэтому я имею возможность покупать самки, которые хочу. Он понимает, что в первую очередь нужно думать о клиенте, что ему нужно. И какие у вас отношения с инвестором? Сколько вы ему отдаете? Инвестор, естественно, основной пакет акций у него. Мне хватает, честно говоря. То есть ты получаешь свой процент и управляешь этим залом? Конечно, да. Ты доволен, тебе хватает? Все довольны. Все довольны, да. Я надеюсь, что инвестор тоже доволен. Сколько у тебя профессиональных атлетов, бодибилдеров здесь тренируются примерно? Процентов 30. От всей аудитории? Обалдеть. Очень много. И сколько, получается, стоит абонемент в месяц, чтобы заниматься здесь? Абонемент в месяц у нас стоит всего 35 долларов. И так, ребята, пора зарубиться с этим большим качком. Ну что, Егор, ты готов? Что будем делать? Мы будем сейчас делать русские наклоны. Я никогда еще такую зарубу не делал, но она полезная. Я думаю, тебе тоже будет интересно. Кто наклонится глубже, не касаясь руками пола, и сможет вернуться обратно? Да. Оригинальное упражнение, но очень круто поднимает силу и объем бицепса бедра. Ну давай, кто будет первый? Раз, два, три. Я первый. На самом деле, очень-очень круто. 10 это очень хороший результат. Десяточка? 11. 11? Да, 11 или 10. Не знаю, смогу ли я повторить даже половину. Молодец. Очень круто. Не повторяйте это дома, в смысле без разминки. Давай, давай. Тащи. Сила, сила. Молодец, вообще. Красава, это очень сильное упражнение. Если вы два месяца будете делать это упражнение, сила в приседаниях у вас вырастет на 20%. Это я вам гарантирую. Попробуйте. Обалдеть. Ну что, первый раунд. Первый раунд. К моему сожалению за тобой. Хорошо. 10-8, да. Окей. Теперь, я думаю, можно приступить к рукам. Сделаем подъем на бицепс. Я знаю, ты обожаешь это упражнение. Мы сделаем, все любят качать бицухи, поэтому мы покажем, как правильно выполнять упражнение на бицепс. А вы попробуете это сделать. Напоминаю, что вышли в свет две мои книги. О женском тренинге и о мужском. Настоятельно рекомендую, если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга, питания, приобрести эти книги. Они довольно-таки доступные, но информация, собранная в них, колоссальна. Особенно, если вы инструктор или хотите стать тренером, взять на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Вы обязаны изучить данный материал. Просто хотя бы даже для ознакомления. Ну что, прежде чем мы начнем зарубы, смотри, я вот так наблюдаю, здесь у тебя довольно много тренируются атлетов, явно которые заряжены, которые по полной программе на фарме. Были ли у тебя случаи в зале здесь, когда там застукали кого-то в раздевалке, кто сидел кололся или что-то такое в этом бухе? Ты знаешь, было, но я прикольный расскажу случай, кто-то забыл сумку, и там был полный набор вообще, полный набор всего, сразу стало ясно. Ну, честно говоря, чтобы понимали, в Америке это так же распространено, как у нас, в России, даже, наверное, более распространено здесь в Штатах. Я думаю, кто же об этом знаешь. Ну, ясно, у меня в зале здесь практически все, да я сам не скрываю, что мне уже 43-й год пошел, я потихонечку тоже начинаю заряжаться, поэтому тренируйтесь только натурально. А почему ты заряжаешься и говоришь, тренируйтесь натурально? Ну, во-первых, потому что, если серьезно об этом разговаривать, после 35 лет уровень тестостерона у мужичин падает. Мало кто знает, уровень тестостерона после Второй мировой войны у всего мужского населения планеты упал в два раза. Не верите мне? Погуглите. Медики боролись, боролись, ничего не смогли сделать, кроме как понизить уровень тестостерона на 50%. То есть в два раза понизился уровень тестостерона, вообще уже изначально. Зачем? А потому что уровень тестостерона после Второй мировой войны у мужчин упал. И если не повышать, понижать норму, то нужно как-то бороться, надо всем как-то ее поднимать. Но государству не выгодно, чтобы ты дожил до пенсии и платить тебе пенсию. Поэтому алкоголь свободен, табак свободен, а то, о чем мы с вами говорим, запрещено. Но нужно знать, что от алкоголя и в Америке 700 тысяч ежегодно умирает, и в России 700 тысяч умирает. От этих препаратов не умер еще ни один человек. Ну хорошо, но это допинг, мы сейчас не об этом. Вот зачем ты это делаешь? Ты хочешь быть больше, ты хочешь быть сильнее. Ты даже не соревнующийся атлет. А какое в этом здоровье стероиды? Так я же объясняю. Мужской гормон тестостерон на нуле практически у людей, кто перешагнул 35-летний год. А ты даешь искусственный просто. Я даю себе искусственный, я хорошо себя чувствую, я хорошо живу, я кайфую вообще. Это мое здоровье. Мужское здоровье это тестостерон. Просто простой пример. Раз мы это делаем, я думаю, это будет всем интересно, особенно на вашем мотивирующем блоке. У меня сосед, 30 лет, попал в аварию, стрессы, раскабанил, стал себя плохо чувствовать. Говорит, что-то я себя не очень, с женой не очень. А он американец, у него страховка, все. Говорит, слушай, тебе бесплатно, иди к доктору, у тебя наверняка понижен тестостерон. Он такой, да. Ну ничего мне не сказал. На следующий день приходит, говорит, слушай, я действительно сдал анализы, у меня тестостерон вообще там. Я говорю, и что? Ничего мне, говорит, дали курс тестостерона на 3 месяца, бесплатно, с уколами. Говорит, только ходи, кали. Молодец. Это был тестостерон-цепионат. Здесь в Америке почему-то распространен именно этот. Что вы думаете? Через 3 месяца человек потерял 8 килограмм жира, стал хорошо себя чувствовать, жена довольна. Все довольны. Это распространенная нормальная практика гормонозаместительной терапии. Только в России в отсталых состояниях. Да, но нужно грамотно к этому подходить, потому что нас смотрят много молодых ребят, которые хотят ради своей цели пойти на все, хотят купить коклепки метана и заряжаться. Нет, ребят, будет вам за 40, тогда возможно пробуйте, да, если с тестостерон упадет. Не пробуйте, здесь ты тоже неправильно говоришь. Делайте анализы, друзья. Если вам уже 35 лет, обязательно сделайте анализы. Я же тоже не от балдейка. У меня есть друг, эндокринолог, очень известный в России, на всех каналах выступает. Он об этом тоже открыто говорит. Нужно понимать, что допинг и использование для здоровья – это разные вещи. Но мы не пропагандируем употреблять стероиды. Мы не пропагандируем и ни в коем случае никому этого не советуют. Хорошо, я вешу 170 паундов. Мы договорились, что мы будем делать 50% от собственного веса. То есть я буду делать 85 паундов. А я, получается, 120. Ты 120 паундов возьмешь? Да, все. Раз, два, три. Ты первый. Давай. Поехали. Шесть. Давай, мощно идет. Семь. Тащи, тащи, тащи. Восемь. Еще делаем девять. Давай. Десять. Бицуха горит. Давай, мощно. Одиннадцать. Валим, валим. Двенадцать. Не читингуй. Руками тяни. Давай. Тринадцать. Блин, дверь. Ё-моё. Бешеный просто. Давай, давай. Хорошо идет. Хорошо. Ребята, кто думает, что это просто, просто попробуйте повторить. Давай. Давай. Давай, давай. Можешь. Еще один пойдет. Затащил. Вообще машина. Ты еще сделаешь? Давай. Вот там. Опа. Опа, отошла. Сколько? Тринадцать. Тринадцать? Круто. Здесь победила дружба. А что, я сколько сделал? Ты сделал тринадцать? Тринадцать? Да. Круто. Я думал, я опять проиграл. О, блин. Я никогда так не делал с таким весом. Скажи, что это совершенно по-разному ощущается. Вообще обалдеть. Слушай, ну, здесь у нас ничья. Там я взял. Ну, давай сделаем третий раунд. Зарубимся. В экстензиях? Давай в экстензии. Будем по блинчику добавлять. И кто первый вздохнет. Честно, весовые категории разные. Я могу брать 45 паундов блины. Ты можешь брать там... Тринадцать пять. Тринадцать пять. Окей. Идем. Нормально? Погнали? Погнали. Ух! ну что друзья сейчас реально тяжелые веса я к сожалению тупой качок не смогу вам озвучить их но дэн это сделает у тебя получается 143 килограмма у меня здесь 7 блинов по 16 то есть это 112 программ готов 1 2 молодец еще по блину ну давай добавляем добавляем нужно я готов упражнение реально для мужиков 160 килограмм против моих сто двадцати восьми лопаньки взялся до 1 2 да но амплитуда очень короткая я не знаю как это засчитать да реально я не тащу уже друзья это сложно могу признать поражение я не тащу уже но если я побеждаю в этом конкурсе мы с тобой дружескую нишу зарубаем окей ну честно говоря я даже на лещу с тобой не рассчитывал думал ты меня порвешь во всех упражнениях момент истины поехали главное хотя бы оторвать ё-моё кинг-конг просто красавец подождите чуть-чуть приходы во все все нормально не порвался не красавец правда было очень круто я не люблю зарубы ты знаешь но это была приятная заруба да теперь мы идем делать выходы на кольца да сразу на одной руке победил просто на этой ноте сейчас хочу пригласить всех кто проживает в америке возможно ли будет возможность сюда приехать 7 июля мы с егором проводим здесь турнир первый в истории сша по стрит лифтингу стрит лифтинг это такая номинация соревнований в воркауте когда ты подтягиваешься с максимальным весом на поясе на одно повторение один раз три попытки дается отжимаешься на брусьях угол 90 градусов с максимальным весом на один раз и также приседания с максимальным весом на один повтор все эти баллы суммируются и определяется победитель будет 4 весовые категории призы медали друзья гарантированы у нас до подали заявки из мексики я знаю ребята да будут ребята из мексики также будут ребята из майами нас будет спонсировать компания май протеин предоставит очень крутые призы очень много продукции будут конкурсы для зрителей поэтому если у вас есть возможность время и желание приезжайте в орландо 7 июля и соревнуйтесь вместе особенно нам будет приятно друзья если вы будете из украины и россии и белоруссии приезжайте покажите американцам где раки зимуют это было просто обалденная заруба поэтому егор спасибо тебе большое за то что ты уделил нам время посоревновался бы вам показал прекрасный зал спасибо вам за просмотром надеюсь друзья вам понравилась наша заруба если понравилось ставь лайк и делись этим роликом в своих соцсетях это помогает каналу и лучшая благодарность от вас именно для развития канала если не понравилось ставь дизлайк пиши что не понравилось возможно ты гораздо сильнее чем я идеи если так то с ними видео пришли его ко мне я выложу его на моем канале мне и деду на зависть ну что друзья увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм